Приветствую всех, кто смотрит телевизор, в эфире программа «К ответу», которая помогает нашим зрителям находить эти самые ответы на любые вопросы – жизненные, злободневные, актуальные и вечные. Можно ли отказаться от страховки, которую порой буквально навязывает банк своему клиенту при заключении кредитного договора? С таким вопросом к нам в редакцию обратился Сергей Симонцев из областного центра. Вопрос, думается, актуальный для многих. Сам по себе кредит – вещь уже непростая, а тут еще к нему сопутствующая страховка предлагается, которая многим кажется совсем и ненужной. Этот вопрос я направил начальнику сводной экономического отдела Ивановского отделения Банка России Александру Дружинину. Александр Иосич, так нужна ли такая страховка? Вы знаете, по закону о защите прав потребителей банки не вправе навязывать конкретные услуги. В данном случае они также не вправе навязывать вам конкретного страховщика, у которого вы страхуетесь. Вы можете выбрать его по своему выбору и исходя из тех тарифов, которые есть в страховых компаниях. Однако важно учитывать, что если вы откажетесь страховаться вообще, то процентная ставка по кредиту, вероятно, будет гораздо выше. Спасибо за консультацию, Александр Иосич. Мы же перейдем к другой теме. Чем занимаются ивановские заключенные в свободное от работы время и есть ли у них такое время вообще? Спрашивает у нас семья опаренных из Ивановского района. Наверное, есть, почему бы нет. Но точнее на этот вопрос нам ответит Георгий Козыренко, инспектор по воспитательной работе Ивановского отделения УФСИН. Георгий, вам слово. Виктор, конечно же, вы знаете, очень большая работа проводится в этом направлении. В первую очередь осужденные занимаются своим досугом, своим образованием, обучением и, естественно, творчеством. Конкретно. Например, у нас во всех учреждениях имеются библиотеки. Во всех учреждениях проводится кружковая работа. Литературные кружки, спортивные кружки и так далее. Также осужденные имеют возможность продолжать образование по программе общего образования. Имеют такую возможность. И в некоторых учреждениях даже посредством дистанционного обучения получают высшее образование. Далее. Физическое воспитание тоже не обделено нашим вниманием. Вы знаете, в каждом учреждении тоже организованы условия, созданы для того, чтобы осужденные занимались своим спортивным воспитанием. И, естественно, это все проводится на должном уровне, на котором оно должно быть, и закреплено законодательством. Благодарю за ответ. Ну а под занавес выпуска вопрос, на который журналисты нашего канала, да и прочие наши коллеги отвечали уже не раз. Но вопрос приходит снова и снова. Есть ли льготы за оплату капитального ремонта? Есть такие льготы, товарищи. У всех, кто уже на данный момент льготы на жилищную услугу пользуется. Поэтому капремонт и называется услугой жилищной. Искренне советую обратиться в территориальный орган. Соцзащиты вам все детально объяснят. Может быть, даже не один раз. А у меня все на сегодня. Будьте счастливы. Всегда с вами программа «К ответу» и ее ведущий Виктор Ломосков. Ваша проблема не решается? Вы ищите совет? Звоните 587777. Мы все узнаем и расскажем. В новой программе на телеканале «Барс» к ответу. Задавайте вопросы круглосуточно. 587777. Мы призовем к ответу. Редактор субтитров А.Семкин